Сегодня я пришла домой к моей маме, чтобы сделать ей массаж для рук, для снятия или уменьшения суставной боли. Я специально делаю акцент на этих словах снятия боли или уменьшения боли, потому что эффект исчезновения боли может быть разным из-за разных причин. В том числе запущенность заболевания, состояние человека в данный момент, предшествующая терапия, сопутствующая терапия, сопутствующие заболевания и многие другие причины, не только физиологические, но и психосоматические. Моей маме 87 лет, суставные боли возникли не так уж давно и мама не принимает никаких лекарств против суставной боли, но мы используем эфирные масла Дотера, добавки Дотера. Какие именно БАД и какие масла мы используем, вы можете посмотреть подробный список в описании к этому видео. Сегодня я расскажу и самое главное покажу вам, как делается массаж для рук для уменьшения суставной боли. В основе этого массажа лежит массаж АТТ или Ароматач или по-русски говоря аромоприкосновения, то есть это специальный массаж рук с эфирными маслами, которые делаются по специальной технике. И я сегодня буду вам ее показывать. Но массаж АТТ это не единственный вид оздоровительного массажа, который я применяю именно для уменьшения или исчезновения суставной боли, потому что я соединю его еще с общим массажем для рук. И когда мы соединяем эти движения с воздействием эфирного масла и воздействием техники Ароматач, то есть Ароматрикосновения, мы и получаем вот тот самый результат, к которому стремимся. То есть уменьшение боли или исчезновение боли. Вы можете спросить, насколько хватает обезболивающего эффекта от такого массажа. Это тоже разная история и тоже зависит от состояния человека и от запущенности заболевания. Но нужно иметь в виду, что эфирное масло проникает в кровоток буквально в считанные минуты. И уже во время этого массажа, то есть уже в течение первых пяти минут, человек может почувствовать значительное уменьшение боли. И когда вы заканчиваете массаж, эфирное масло уже полностью находится в кровотоке человека. И даже спустя какое-то время после массажа, человек может чувствовать еще больше улучшения или полное исчезновение боли. Как долго длится эффект уменьшения или исчезновения боли? Здесь нельзя точно сказать, насколько длительным будет этот безболевой промежуток. Тоже зависит от разных причин. Но нужно понимать, что делая массаж рук с эфирными маслами, мы помогаем человеку именно с точки зрения симптоматики. А для того, чтобы добиться общего оздоровления организма, конечно, дополнительно к массажу нужны и другие мероприятия. Это коррекция питания и очищение организма и другие практики. Но в сегодняшнем видео речь не о них, а исключительно о массаже. И если, например, после одного сеанса массажа человек два часа не чувствовал боли, то вполне может быть, что после проведения курса такого массажа, скажем, курсом три недели, то этот безболевой промежуток может быть очень-очень длительным. Длительным от нескольких часов до нескольких дней и недель. Поэтому важно, что курс массажа должен быть именно в системе. То есть это не работает так, когда заболело что-то, да, боль, и раз ты пошел, сделал массаж, и все прошло. Да, это работает как обезболивающее. Но когда мы говорим о более глубокой работе с обезболиванием и более надежном эффекте, стабильном, то, конечно, нужно понимать, что идеальный вариант – это массаж курсом. Курсом три недели, с перерывом, далее снова три недели, и так на постоянной основе. Какие эфирные масла мы можем использовать для массажа? В принципе, это может быть любое эфирное масло Тотера, которое подходит именно для массажной техники. Это могут быть как масла с ярко выраженным успокаивающим эффектом, так и с эффектом обезболивания, противовоспалительным эффектом и другие. Очень удобно использовать для массажа масла, которые уже находятся в роллере. То есть не в обычном флаконе, когда нужно разбавлять эфирное масло базовым, а именно в роллере, где эфирное масло уже находится в разбавлении с базовым маслом. В каждом роллере Тотера содержится в определенной пропорции эфирное масло и базовое фракционированное кокосовое масло средней цепочечной фракции. Это идеальное масло для соединения с эфирными маслами. И это масло очень удобно тем, что оно не твердеет, не густеет, не закупоривает поры, оно не имеет никакого запаха, оно не пачкает одежду, прекрасно соединяется с маслами, дает возможность эфирному маслу проникать быстро в кровоток и просто очень удобно для массажа. Поэтому я использую эфирные смеси в роллерах. Какие именно смеси я использую? Это может быть эфирное масло Капайба в роллере, у Капайбы ярко выраженный обезболивающий эффект. Это может быть масло Ладана в роллере, поскольку Ладан это вообще универсальный целитель, и мы можем использовать его в самых разных ситуациях. Это может быть комбинированный массаж с маслом Ладана и Лаванды, поскольку Лаванда имеет общее успокаивающее воздействие на организм. Также мы можем использовать эфирную смесь Пастенс, которая снимает напряжение. Сегодня я буду использовать эфирную смесь, которая называется Спасатель. Она содержит в себе масла, которые в комплексе воздействуют таким образом на организм человека, что снимают отечность, снимают спазмы, снимают напряжение, улучшают кровоток. И эту смесь можно применять, в принципе, при любых травматических ситуациях – ушибы, растяжения и так далее. То есть нам она очень подходит замечательно, причем заметьте, что вот эта смесь – это из детской коллекции. Поэтому даже ребенку, скажем, при какой-то травматической ситуации, вы совершенно спокойно прям можете применять эту смесь именно из этого роллера. Подробнее об этой смеси вы можете почитать внизу в описании к этому видео, а я приступаю к массажу. Очень важно, чтобы человеку было удобно сидеть. То есть он должен расположиться так, чтобы его тело не было напряжено. Руку желательно положить на какую-то мягкую поверхность, может быть, подушечку, чтобы рука не напрягалась, была расслаблена. Ну и тому человеку, который будет делать массаж, тоже нужно расположиться так, чтобы было удобно. Потому что в течение примерно минут 15-20 или чуть-чуть дольше вы будете заниматься массажем. И очень важно, чтобы ваши движения были правильными и точными. А это возможно только в удобной позе. Открываем флакон-роллер и наносим масло прямо на ладонь, на всю кисть. Мы будем делать массаж кисти вместе с запястьем. Захватывая запястье. Первое движение, которое нужно сделать, это просто общее такое разогревающее нежное массажное движение без особо сильного нажима. В течение примерно минуты нужно, чтобы масло впиталось в кожу, чтобы человек привык к этому маслу. Может, чуть-чуть локти. Так удобно? Чтобы человек привык к маслу. А если еще масло имеет к тому же аромат, как в данном случае смесь, спасатель имеет такой своеобразный аромат. Он довольно приятный, нежный. Но нужно, чтобы человек к нему привык. Есть смеси, которые... Или масла, которые не имеют ярко выраженного аромата, например, капайба. Но в данном случае мы должны, чтобы человек привык. Чтобы произошло его слияние с этим ароматом. А тебе этот аромат, нам нравится аромат? Эта смесь? Приятный для тебя? Мне нравится. Нормально. То есть он не раздражает. Самое главное, на что обратить внимание, чтобы запах человека не раздражал. То есть если запах какого-то масла человеку неприятен, то, скорее всего, в данный момент это масло ему не подходит. Поэтому нужно подумать о том, чтобы поменять. Хорошая новость в том, что Дотера предлагает нам довольно богатый выбор масел и смесей. Поэтому всегда можно найти какое-то масло, которое человеку больше подойдет в данной ситуации. Вот таким образом мы массируем руку в течение минуты, двух или трех. Как узнать, достаточно ли этих легких поглаживаний? Рука должна начать согреваться. Кстати, я забыла еще сказать, что ваши руки-то не должны быть холодными. Если у вас руки холодные, значит, вам нужно согреть их в теплой, горячей воде. И массаж делать только теплыми руками. Ну, естественно, на руках не должно быть никаких сухих мозолей, заусенец, там, открытых ранок. Кстати, тоже не должно быть ни у вас, ни у вашего подопечного. Конечно, это исключено. С ранками, какими-то болячками массаж делать не стоит. Вот, когда вы вот так делаете в течение, там, пары, скажем, или трех минут, или чуть более, вот такие поглаживающие движения с маслом, рука постепенно начинает немножко так чуть-чуть разогреваться и становится более готовой, готовой к более углубленным движениям. Следующее движение, это когда вы делаете практически все то же самое, что делали легкими движениями, но сейчас вы это начинаете делать с немножко, с более, более сильным нажимом, но не очень все-таки сильным, потому что, учитывайте, что рука-то у человека больная, поэтому сильный нажим может ему доставить боль и неудобство. Поэтому сначала общие такие разминающие движения, начиная от запястья и вниз по всей ладони до кончиков пальцев. Несколько раз вот в таком режиме проходите всю руку, не торопясь, не нажимая слишком сильно, но и не так, чтобы это было обычное поглаживание. Это движение тоже может занять примерно минуту, может быть две. Вы это будете просто сами ощущать по степени нагретости руки. Чем качественнее ваш массаж, тем более теплый и даже горячий будет становиться постепенно рука. Вы можете делать такие движения с обеих сторон. С другой стороны то же самое. Сначала просто обычные разогревающие движения с легким нажатием, а затем можете перейти к проработке именно косточек, шишечек, на запястье, легкие такие как бы покручивающие движения вокруг и вокруг фаланг пальчиков. Вот одна фаланга прорабатываете, вторая, третья. Мне не больно? Ничего? Вот второй палец то же самое. На этом видео я, возможно, буду сокращать каждый этап, но вы делаете ровно столько, сколько будете сами чувствовать это необходимо человеку. После того, как вы проработали все фаланги, можно проработать еще вот эти межпальцевые промежутки, такими как бы, так слегка как бы пощипывающими движениями. И еще раз проработаем область ладони. Каждый палец по отдельности тоже можно промассировать. Чтобы пальцы тоже становились теплыми. Когда кисть достаточно хорошо разогрета, можно приступить непосредственно к массажу АТТ. То есть это разминание двумя большими пальцами трех зон. Вот этой зоны, зоны, мягкой зоны большого пальца, ладони и мягкой зоны под мизинцем. Начиная с области запястья и вот такими разглаживающими, разминающими движениями и прорабатывать вот эту мягкую зону. Затем среднюю зону, всю ладону. и третью зону. Вот уже рука становится такой прям почти горячей, особенно вот эта вот область. Еще немного согреются пальцы. И сейчас можно переходить к следующему движению. Это точечная проработка всех пальцев, начиная от запястья. Это тоже из техники АТТ, Aroma Touch. Вы начинаете вот с этой области и двигаетесь до конца большого пальца перехватывающими точечными движениями, ритмично надавливая большими пальцами вдоль одной линии большого пальца. Вот таким образом это происходит. То есть вы плотно прижимаете пальцы друг к другу и они перебираются до конца пальца. И таких движений нужно сделать три. То есть три захода вот таких точечных нажатий. Далее следующий палец тоже самое. Три захода точечной проработки. и так вы прорабатываете каждый палец руки. После того, как закончили точечную проработку, сделайте еще несколько таких поглаживающих, расслабляющих движений для кисти. и завершающие движения из техники АТТ это разминание межфаланговых зон. Там, где пальцы расходятся, мы делаем такие разминающие движения довольно глубокие скольжением на себя вплоть до зоны запястья. Ну, так можно сделать тоже три раза. Так же, как и точечные. Такие плавные, скользящие движения, прорабатывающие межфаланговую зону. И так по каждому пальцу. Завершается массаж для рук опять легким поглаживанием, как бы успокаивающим мышцы, с которыми вы сейчас поработали и которые нужно привести в расслабленное спокойное состояние. Можно во время массажа делать еще одно движение, но только в том случае, если это не будет доставлять человеку неудобств или боли. Это такие щипковые движения, когда вы как будто захватываете мышцу и как бы отрываете ее от кости. Но в данном случае мне это сделать очень трудно, потому что мама рука худенькая и добраться до мышц довольно тяжело и можно причинить боль самому суставчику. Но если наличие мышц позволяет, то можно делать вот такие отрывающие движения, как будто вы захватываете не кожу, а именно маленькую мышцу. Мышцы здесь очень маленькие, они практически еле-еле их можно ухватить, как будто вы отрываете их от паланги. Этим движением мы добиваемся того, что мы снимаем микроспазмы и улучшаем кровоток в этой зоне. Соответственно, чем кровоток лучше, тем более яркий эффект обезболивания. И теперь точно так же мы все движения повторяем для другой руки. На этом массаж завершается. сделать м мы из-за патрии в этой зоне мы можем на м в этой зоне мы в этой зоне это как вы Продолжение следует...